Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа «События и люди» подраздел «Секретная папка». Это специальный такой подраздел, в котором мы расследуем события дней минувших, а именно распад Советского Союза, все обстоятельства, которые сопутствовали этому событию, людей, события. И мы пытаемся понять корень многих проблем, которые сегодня колосятся на наших просторах. Сегодня мы продолжаем разговор с нашим гостем, с которым мы не закончили еще в прошлый раз. Сегодня в нашей виртуальной студии Александр Алексеевич Нагорный. Александр Алексеевич, ну вот давайте все-таки продолжим наш разговор прошлый про распад Советского Союза. На ваш взгляд, вот парад суверенитетов, это вот такое было событие, событие в Прибалтике, штурм телецентров в Прибалтике, вот это все было случайно или это было инспирировано какими-то силами, которые привели в конечном итоге к таким трагическим последствиям? Это прекрасный вопрос, и вопрос, который упирается в механизм того, что происходило. Дело в том, что когда в 87-м году Горбачев, обращаясь к Верховному Совету, заявил о том, что политические реформы должны предшествовать экономическим, то есть он поставил лошадь, вернее телегу впереди лошади. И тогда, после его высказывания, многие считали, ну это сказал, мало ли чего он там говорит. На самом деле после этого началась система так называемой гласности и перестройки, да, идеологической. В рамках идеологической перестройки, которую осуществлял за ширмой Александр Николаевич Яковлев, член политбюро к тому времени. И одновременно, значит, человек, который провел более 10 лет в должности посла Советского Союза в Канаде, где он, собственно говоря, и, как многие считают, был завербован. Другие сведения говорят о том, что вербовка произошла гораздо раньше, в 58-59 годах, когда Яковлев вместе с Калугином и еще рядом людей был в первой группе советских аспирантов, которые по системе обмена выехали в Соединенные Штаты на годовую стажировку. И далее они работали еще целый почти год на советской выставке 59-го года в Нью-Йорке. Вот в это время, так сказать, и произошел этот контакт. Мы не можем утверждать точно, но, во всяком случае, дальнейшие действия этих людей практически подтверждают, что во всей этой схеме, конечно, была внешняя сила, внешняя рука, и это не обязательно Центральное разведывательное управление. Хотя и Центральное разведывательное управление работало на уничтожение Советского Блока, социалистического блока, и, конечно, идея была, прежде всего, разбить вот этот геополитический... Ну вот вы помянули генерала Калугина. Я напомню, Калугин это тот самый генерал, который перебежал в США, генерал КГБ. И он был вместе с Яковлевым. Работал, да? Не работал. Дело в том, что они были направлены в группу... Там, по-моему, человек 10-12 поехало на Восточное побережье в 1958 году. А такая же группа поехала на Западное побережье в университет. Это был первый, так сказать, академический обмен между Советской Академией Наук и Американскими научными организациями. Поэтому, собственно говоря, вот люди, которые осуществляли это, так сказать, продвижение идей политической гласности и критики Сталина, а через Сталина, конечно, наносился удар по коммунистической доктрине и, более того, по государственной структуре, централизованного государства. А вот здесь как раз Яковлев занимал ведущую позицию. Здесь надо посмотреть, какова его была карьерная лестница. Ведь он сначала был, насколько я помню, так, аспирантом в Московском государственном университете. Потом он выдвинулся по партийной линии в том же МГУ. Затем его взяли в аппарат Центрального комитета, где он работал в отделе пропаганды, где и он достиг очень высоких позиций, вплоть до первого зама заведующего отделом пропаганды, которым в то время являлся некто Смирнов, который также, так сказать, действовал в рамках политико-идеологической пропаганды, но фактически медленно, но неуклонно смещал ситуацию с классовой борьбы, на которой, в общем-то, выждилась советская государственная доктрина, к конвергенции, к смягчению противостояния с Соединенными Штатами и, конечно, с Западом в целом, с Западной Европой. Так вот, 1957 год, я не случайно об этом говорю, значит, была выставлена вот эта идея, под куполом которой вот эта вся, так сказать, российско-советская интеллигенция 60-х годов сплотила ряды в своей критике Сталина. И это всё вылилось, естественно, из центра на национальные окраины. А в национальных окраинах это, конечно, позволило развиваться в открытую уже националистическим устремлением местной интеллигенции и, чего тут говорить, скрытой буржуазии, так называемой, потому что уже к тому времени достаточно широко по Советскому Союзу и Союзным Республикам работало так называемое подпольное экономическое движение, то есть мастерские, которые давали очень крупные деньги, а эти деньги перетекали в пользу и в поддержку таких националистических устремлений местных элит. Ну, это, наверное, следует вспомнить, прежде всего, узбекское дело, но кроме того, ещё националистические вспышки в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, так называемый Чимкент, Степанакерт, где разгоняли советские войска протестующие, митингующие массы. Но когда звучали такие националистические требования, русские убирайтесь, это наша земля. И русские, в конце концов, убрались. Это уже следующий этап. Это уже следующий этап. Вот эта схема «Рассветай, сто цветов», которую Яковлев, собственно говоря, осуществил через решение Политбюро, а потом тоже решение Политбюро и ЦК дали возможность развиваться аналогичным антисоветским и антирусским тенденциям в странах Варшавского пакта, собственно говоря, и создавали вот те условия для развития десинтеграции. И тогда возникает очень простой вопрос. Вопрос к политическому и спецслужбистскому руководству Советского Союза тех времен. Почему же они, собственно говоря, не понимали, что открытие этих флюзов ведет к усилению десинтеграционных моментов? Некоторые считают, что это была случайность, другие говорят, что это, может быть, не случайность, но веление времени. Третьи считают, что, собственно, перед нами результаты и итоги заговора, который осуществлялся многопланово с разных сторон. И вот к этим сторонникам я принадлежу. Ну, то есть, вот то, что сразу после развала Советского Союза бывшие партийные, я подчеркну, номенклатурные лидеры республик стали президентами, ну, хотя бы тот же, ну, Русултан Назарбаев, ну, и Алиев и многие другие. Вот это было абсолютно естественным, да, то есть, они были заинтересованы тоже в распаде Советского Союза, чтобы стать вот местными ханами. Но каков был интерес Прибалтики, которая первой была в параде суверенитетов? Нет, знаете, дело в том, что в параде суверенитетов первой была не Прибалтика, а вы не назвали Армению, потому что впервые вот эти выступления в пользу экологии, сохранения природы против атомных электростанций осуществлялись именно в Ереване. Это 87-й год. И это было наиболее яркое такое движение, которое, с одной стороны, вот эти гуманистические или псевдогуманистические лозунги выдвигало под крышей Яковлевской идеи общей полемики, транспарентности, вседозволенности, критики сталинизма и прошлого, улучшения социализма. А на самом деле, так сказать, на местах уже это всё разворачивалось в направлении просто антисоветского, антироссийского, антирусского движения. И я хочу напомнить, что вот те демонстрации, которые начались в Ереване, они курировались тоже людьми из Москвы, поддерживали, значит, это движение, которое координировалось с общественным объединением, которое было тогда названо КРУНК. Я помню, я ездил в Ереван и встречался с ними, и мне впрямую говорили, что они выступают за вот эти природоохранительные функции против атомной электростанции, за свободу. Но на самом деле, конечно, они медленно, но неуклонно, так сказать, двигались в направлении от центра. Но ведь Пятое управление КГБ должно было как-то реагировать, тот же Бобков, ведь это же прямая компетенция Пятого управления, внутренняя политическая диверсия. А ведь именно это и было. Они совершенно правы, но я просто хотел закончить мысль. Дело в том, что под вот этой маской гуманистических формул и гуманистических целей, на самом деле, вызревал такой яростный национализм на армянской площадке. И я помню, когда я приехал в 87-м году кататься на горных лыжах в Цехкадзор, меня пригласили выступить перед объединением КРУНК, который, собственно говоря, и вел эту всю линию. И, естественно, местная КГБ все прекрасно знала, но имела установку не вмешиваться, а иногда и даже помогать развитию вот этих автономных направлений. Так вот, в ходе, значит, моей беседы с ними, когда я пытался, собственно, рассказать о необходимости, наоборот, свертывания вот этих всех движений, мне сказали, что Армения самая чистая в национальной этнической точке зрения страна. И даже мне было сказано потрясающая вещь. У нас в пограничных районах с Азербайджаном прорывало 150 тысяч азербайджанцев, мы их всех выселили. Вот как центр мог допустить практически этнической чистки в 86-87 годах? Ну, то есть, Нагорный Карабах начался еще вот тогда, в советские времена, а потом он только сдетонировал, а бомбу заложили тогда? Конечно. Дело в том, что, естественно, те 150 тысяч азербайджанцев, которые были вышвырнуты с территории Армении, осели в Сангаите, и потом, собственно, это проложило путь к резне, которая была устроена в Сангаите против армян. Понимаете, вот вам, так сказать, момент игры, а крышевание, еще из политико-идеологического отдела ЦК КПСС, с одной стороны, а с другой стороны... Пятое управление. Пятое управление во главе с недавно ушедшим в мир иной Бабковом. Ведь Бабков, который работал в идеологическом управлении КГБ СССР, начиная, по-моему, даже с 61-го года, собственно, и был поставлен руководить этим отделом для того, чтобы подавлять ситуацию идеологического антисоветского движения. А оно, наоборот, нарастало под его руководством. И здесь очень интересный такой механизм, когда можно доводить до, так сказать, экстрима какие-то положения внутренней политики и вызывать еще больше раздражения, вызывать еще больше стремления к работе против политического центра. Если вам это понятно, то, что я сейчас сказал. Нет, это понятно. То есть, в данном случае получается, что КГБ работало против самого государства, которое поставлено охранять. Вы знаете, конечно, так нельзя сказать, потому что на 95%, если не на 98%, это были частные люди. Во-вторых, это были служаки, которые выполняли приказы. Но руководство, которое отдавало приказы, руководство, которое отдавало приказы, было заинтересовано вот эти самые 5%. Правильно. Дело в том, что здесь возникало взаимодействие. Политика идеологическая группа, которая сидела в отделе пропаганды и в отделе международных связей, как и ПСС, они, собственно, создавали систему вот этой либеральной схемы расцветая в 100 цветов радуги. Таким образом, как бы, так сказать, показывая местным антисоветским движениям, что можно идти по этому направлению, и ничего тебе за это, собственно говоря, не будет. И таким образом, например, на Украине в рядах портократов оказалось огромное количество детей бендеровцев. Вот Кравчук, например, который подписывал так называемый меморандум независимости в Белоруссии, который привел... Беловежские соглашения, так называемые, да? Беловежские соглашения. Он как раз вот оттуда и многие другие. Понимаете, и де-факто, когда мы сейчас вот с вами встречаемся и рассуждаем, разговариваем о тех механизмах, которые привели к расчленению огромной страны и ее практически уничтожению. Потому что мы, если посмотрите по, скажем, ООНовским данным, и Российская Федерация, которая сохраняет остров, ну, 56-60% от советской потенциальной мощи, и все другие независимые теперь республики, они резко упали по всем качественным характеристикам и по всем социальным параметрам. И мало кто сейчас вспоминает, но дело в том, что главное, главное, что, так сказать, для человека есть, это жизнь и безопасность. Вот как вот мы не живем в ситуации жизни и безопасности, мы живем совершенно в обратном движении, которое так Линч нас толкает дальше в направлении вот этой фрагментации. И я думаю, что ставится задача осуществить вот этот эксперимент, который был так изящно, искусственно проведен внутренней оппозиции секретной в отношении Советского Союза, теперь это делается в отношении Российской Федерации. Ну, то есть, думаете, они повторят этот трюк со спецслужбами, которые разрушат уже Россию? Я думаю, да. Я думаю, да, и опять же будет использоваться с одной стороны яростный антисталинизм, вот если вы посмотрите экраны значит в наших федеральных канавах, они наполнены фильмами об ужасах 30-х годов. Но в то же время, говорится, в других каналах, тоже федеральных, что Сталин великий, он, собственно, победа во многом, вот, которая у нас такая стала сейчас суперфишка, это целиком заслуга Сталина. То есть, я бы, наверное, разделил, что некоторые наоборот говорят, что Сталин это очень хорошо. Ну, конечно, кто-то не согласен. Вы знаете, в значительной степени это борьба двух тенденций. Одна тенденция к централизму, а вторая тенденция к децентрализации, фрагментации. И вот все то, что делается в направлении критики Сталина, когда происходит ослабление экономическое, социальное, финансовое, стержня, так сказать, центрального элемента нашей страны, все это, собственно говоря, и инкорпорируется через вот эту критику сталинизма и 30-х годов, когда идет жуткие преувеличения цифр людей пострадавших. Ну, идет та же схема, которая была осуществлена при помощи Солженицына. И я хочу напомнить, что Солженицын, который вступил в искрометную борьбу с советским строем, еще, так сказать, при Хрущеве, тем не менее, был очень осторожно вывезен на Запад и передан американцам, после чего было развернуто вот это глобальное распространение его достаточно, так сказать, средних романов и повестей. А кто осуществлял политику вывоза Солженицына? Это было решение прежде всего Андропова, который это предложил на политбюро и убедил политбюро в том, что это будет лучше, кому он там нужен. Его вывезли и получили, так сказать, огромную волну антисоветизма и антирусизма, которая, собственно, источала из себя Солженицын, ну и деятели его толка. Да, ну вот тут я наблюдаю некую такую эклектику. С одной стороны, Владимир Путин подается некоторыми средствами массовой информации, как новый Сталин, с другой стороны, Владимир Путин идет возлагает цветы к памятнику Солженицыну. Вот это для меня эклектика. Как Сталин мог бы новый Сталин возложить цветы, скажем так, к памятнику своего хулителя. Мне как-то вот это непонятно. Может, вы объясните, почему так происходит? Вы знаете, значит, это интереснейший фактор. Дело в том, что вот эта эклектика и противоречивые тенденции в шагах, которые принимает Путин, они связаны с разными потребностями политического характера. Для того, чтобы быть допущенным обратно в западный мир, в Букингемский дворец, условно я это называю, нужно показать себя последовательным демократом, вестернизатором России, западником. И поэтому вот отсюда посещение с одной стороны памятников Солженицыну, выделение гигантских средств на создание Ельцинского центра в Свердловске тире Екатеринбурге. А с другой стороны, конечно, ему нужно, когда он возглавляет все-таки огромное государство, нужно каким-то образом стыковаться в своих интересах с силовыми ведомствами, где, естественно, очень сильны воспоминания о Сталине, как и победителе во Второй мировой войне, в Отечественной войне. И, соответственно, люди, которые так или иначе работают и в МВД, и в налоговых ведомствах, и в военных ведомствах, все они, собственно говоря, им нужна подпитка своего идеологического момента. и вот таким образом получается маневрирование между двумя противоположными пунктами, между двумя противоположными, я бы сказал, пирамидами. Мне это напоминает больше дилемму о крестике и трусах, или как это в современном звучании о итальянском виде на жительстве и патриотизме на федеральных каналах. Это я про Соловьева. То есть не получится так, чтобы он определился, все-таки он Западу услуживает, или же народу России? Вот как-то бы определиться с этим вопросом? Или это пока так вопрос не стоит? Нет, во-первых, вопрос так все время стоит, но он, как политический деятель, он пытается наладить отношения с Западом прежде всего того, чтобы обеспечить и свои интересы личностные, и интересы того классового состава, который его окружает, то есть олигархатуры. Возьмите Вексельберга, он решен возможности посещать Соединенные Штаты, а у него там многочисленная семья, и он делает такие слезливые заявления, ну что же, я вот всегда вам помогал, а меня теперь не пускают к семье, а ведь в гуманистических принципах, заложенных в ООН, говорится о том, что нельзя разделять семьи. А он не думал перевести семью в Россию? Ну так хох мы ради, ну пусть в Сачах хороший себе особняк построит, но в Россию, на территории России. Или все-таки они мыслят себя на Западе? Конечно, они мыслят себя на Западе. И, кроме всего прочего, сохраняется страх, страх революционного взрыва, русский бунт самый страшный, немотивированный, как нам завещал это товарищ Пушкин. С другой стороны, они понимают, что если они лишаются крыши ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, то к ним и относиться могут быть еще, к ним могут относиться еще более беспощадно западные начальники, понимаете? Поэтому надо иметь и вот этот вариант, то есть ракетно-ядерный потенциал, угрозы, вот что вы уважали, наша сила здесь, понимаете? Поэтому происходит соединение разных верхушечных... Да, вот и получается эта эклектика Сталин с лицом Солженицына, да? То есть условно говоря, олигарх, который пугает ракетами Запад, но сам туда забирается. И вот эта эклектика, она, собственно, и разрывает, мне кажется, и экономическую, и политическую ткань страны. Надо уж как-то определиться, либо мы на Запад все, либо на Восток и мы тут строим Красную Империю или какую еще. Ну вот, скажем так, возвращаясь к теме нашей сегодняшней про СССР, вот не являлось ли вот это стремление сидеть на двух стульях во времена СССР той причиной, почему он и рухнул? Да, отчасти вы абсолютно правы. Понимаете, политическим истеблежмом антисоветского Союза всегда были люди, которые, может быть, не говорили это открыто, но таким изоговским языком рассказывали о необходимости мирного сосуществования, о том, что вот опасность ядерной войны, поэтому надо идти на уступки, надо создавать ткань взаимозависимости. Это вся вот мишура идеологическая, она была выработана в конце 50-х, в начале 60-х годов и в значительной степени здесь присутствовал элемент полемики, которая велась между Коммунистической партией Китая, которая говорила о том, что вы, советские товарищи, уходите в мир конвергенции. Но они назвали прямо, ревизионистами назвали, именно так звучало. А знаете ли вы, что в этот момент Юрий Владимирович Андропов возглавлял отдел социалистических стран ЦК КПСС, и он вместе с группой товарищей был основным полемистом с китайской компартией. Именно они писали письма и обвиняли китайцев в том, что те ревизионисты. То есть таким образом фактически осуществлялся дальнейшие разводка в международном коммунистическом движении. И раньше это было не особенно заметно, может быть, но сейчас по итогам деятельности, по итогам расчленения огромной страны это становится все более и более ясно. Ведь если вы возьмете группу борзописцев, аналитиков, которые создал Юрий Владимирович Андропов, то это все люди перестройки. Это Арбатов, иноземцев, Примаков, Бовин, Шишлин, Шахназар, кстати говоря. Зорин я еще добавлю. Зорин, Зорин. Конечно, конечно, да. Просто я как бы немножко знаком с теми, кого вы перечисляете. Да. Так вот, эта группа, она, собственно говоря, и привела к власти, во главе ее стоял Юрий Владимирович Андропов. Это человек, видимо, с очень большими политическими талантами, человек, который очень четко понимал, что он хочет, и возможность допустимого, все время, так сказать, расширяя вот эту линию на десантеграцию, именно они в 84-85 годах сыграли заключительную роль в выдвижении и назначении Михаила Сергеевича Горбачева руководителем суперимперии, так называемой Советский Союз плюс Варшавский парк, Варшавский договор. Но корни этого, конечно, тянутся еще дальше, чем Андропов. Тогда надо посмотреть, а кто выдвигал Андропова в свое время. И выясняется, что это Кусинин. Кусинин это один из деятелей социал-демократии финской социалистической и коммунистической партии, который через Октябрьскую революцию, участвуя в ней, остался в Москве и работал на разных очень важных постах в ЦК КПСС. Но Кусинин, насколько я понимаю, как раз был тем самым мостиком между Кремлем и Условным Западом. Именно он был тем самым переговорщиком первоначальным. Кусинин, как потом тоже выяснилось, имел такие глубокие корни. Сам происходил из достаточно высокопоставленной аристократической семьи, а некоторые говорят, что эта семья была связана с Королевским домом в Швеции. И, конечно, он был одним из каналов обмена информации, которым Сталин пользовался, с политическими кругами Скандинавии и Германии. И именно он, надо вам сказать, подобрал в 1937-1938 году Юрий Вадимович Андропова, работавшего в то время в Ярославском обкоме. И он его перевел в Кореевскую СССР, где Андропов провел практически все военные годы, а потом он же его курировал в работе инструктором аппарата ЦК СС и дальнейшая дипломатическая школа и получение места посла Венгерской Народной Республики, где произошли, как вы знаете, в 1956-м году события, в которых Андропов принимал активное участие, тоже очень интересно, за что он и получил позицию заведующего отдела социалистических стран и одновременно постсекретаря ЦК КПСС, из которой он был переведен в 1966-м году или в 1967-м году, да, в 1967-м году Брежневым аппарат, практически руководителем КГБ СССР. Ну, то есть, это была игра в долгую, или же просто вот так сложилось, что агент влияния спящий, или вот мостик Кусинин, как бы породил Андропова, Андропов подородил Яковлева и всех остальных, и вот этот процесс привел к тому, что эрозия разъела советский строй, советская красную машину, но остается вопрос, ведь многие люди производные уже от тех до сих пор при власти, то есть, эрозия никуда не делась, это западная. Ну, вы правы, конечно, если вы посмотрите на наследников, наследников партийной иерархии, ведь партийное, партийно-бюрократическое руководство и партийно-бюрократический аппарат Номенклатура, так это и называлось, номенклатура. Номенклатура, она была честная, она готова была работать, но когда появился вот этот маленький черевоточащий источник теоретического характера, она увидела, ба, да ведь через это можно освободиться от вот этого необходимости работать по 12-14 часов, которое было введено Сталином в 30-х годах, когда страна через свое политическое руководство и через аппарат готовилась к схватке с европейским фашизмом, вот от этого они, конечно, хотели отойти, им хотелось более такой расслабленной, либеральной, пользуясь нынешним термином, жизни, и поэтому из-под воль в аппарате начинала усиливаться линия такого потребительского плана, потребительского общества, которое и являлось той основой для деятельности вот этих людей, которые по разным причинам ненавидели единую коммунистическую доктрину и ее выражение по политическую структуру Советского Союза плюс социалистические страны Европы и Азии. Ну, тогда была еще такая максима. Так, выпьем за то, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Правильно. Что ж, большое спасибо за сегодняшний разговор. Как бы мы потихонечку, шаг за шагом подбираемся к истинным причинам произошедшего и того, где мы находимся сегодня. Но еще мы будем разговаривать и буквально вот сегодня возможно поговорим о республиках. Все-таки о тех странных событиях, которые развернулись. Но об этом о республиках в следующей программе. Большое спасибо, Александр. Надеюсь, мы еще не раз увидимся. Ну, а в завершении нашей программы я хочу сказать, что подписывайтесь на наши программы, ставьте лайки, ну, и помогайте нашему каналу, потому что, как вы догадываетесь, наверное, Кусенина у нас нету, Кремля за нами нету, ну, и Газдеп как-то нас тоже не очень жалует, прямо скажем. Но, тем не менее, мы работаем для наших зрителей, мы пытаемся разобраться и с историей тоже, и с прошлым, и с настоящим. Помогайте каналу, до новых встреч. Кстати, в подписи к этому видео в Ютубе вы найдете все необходимые ссылки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok